Избавить нефтегазовую отрасль от различного рода спекулянтов и дельцов потребовал сегодня губернатор на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Самарской области. Для этого прежде всего необходимо навести порядок в части земельных отношений. Николай Иванович Меркушкин отметил, что собственники территорий, занятых трубопроводами, сейчас необоснованно завышают арендную плату. Частные охранные предприятия препятствуют доступу к объектам нефтегазового комплекса, срывая регламентные и ремонтно-восстановительные работы. Такая практика наносит существенный вред имиджу нашего региона, отпугивает потенциальных инвесторов. Об этом губернатор говорил в каждом из трех своих посланий. Конечно, нам надо с этим решительно, понятно, в строгом соответствии с законодательством бороться. И сдвиг у нас определенный есть, движение есть. Но если сравнивать с нашими соседями, то мы пока очень далеки от них. Обсуждали сегодня и актуальные вопросы жилищно-коммунальной сферы. Губернатор напомнил, что в 2012 году вопрос старта отопительного сезона в области решался в последний момент. Имели место хищение управляющими компаниями крупных средств, собранных с граждан. Одна из сумм доходила до 330 миллионов рублей. Ситуацию удалось переломить. Рынок платежей и расходов стал более прозрачным. Немаловажную роль сыграло лицензирование управляющих компаний. Всего их 252. 12 организаций процедуру не прошли. Впрочем, количество обращений граждан, связанных со сферой ЖКХ, по-прежнему велико. 65% от общего количества писем губернатору. Подавляющая часть от жителей Самары и Тольятти. Николай Иванович Меркушкин обратил внимание силового блока на крайне низкий процент доведения уголовных дел до суда. Затянутую процедуру следствия. Высокое число прекращенных дел. 16 в 2014 и уже 5 в 2015. Получается так, что некоторые дела у нас расследуются по 3-4, а есть отдельные дела и более 4 лет расследуются. Из числа возбужденных в прошлом году дел, лишь треть направлена в суд. Уже прошло больше года, две трети в суд не направлены. Понятно, что та обстановка, которая в этой сфере до сегодняшнего дня в ряде случаев остается, или во многих случаях остается, оно не может так долго, знаешь, повторяться. Не только губернатор. На коллегии также был затронут вопрос об эффективности работы по пресечению незаконного ввоза на территории области попадающих под эмбарго продуктов. Губернатор отметил, что сейчас наш регион ходит в пятерку субъектов России, которые завозят наибольшее количество продуктов извне, а поэтому все контролирующие службы должны работать максимально внимательно и согласованно.